МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ключевые условия успеха митинга. Сделать протест активным – задача каждого участника. За час до начала митинга выходим гулять по улицам вокруг точек сбора, образуя кольцо. Это возможность накопить внушительную массу людей до начала протеста. 25 октября Казахстан раньше отмечал День Республики. В этот день в 1990 году была подписана Декларация о государственном суверенитете. Но праздничный день отменили, к чему напоминать гражданам, что важнейшей задачей любого государства является сохранить суверенность и независимость. Зато в праздничном календаре появился День Первого Президента. И теперь в День Республики все усиленно готовятся чествовать главного вора, убийцу и мошенника Казахстана Нурсултана Назарбаева. Десять лет назад Назарбаев без объяснений отменил праздник нашей государственности. Он заменил понятие суверенности нации на культ личности именно себя. Теперь самоназванный лидер нации, святыня и гордость всех казахстанцев. День Республики вызывал слишком много ненужных Назарбаеву ассоциаций со свободой и независимостью. Он стремится подчинить народ и продать нас как сырье и рабочую силу. Ведь мы все должны быть очень благодарны за то, что можем обслуживать интересы чужой страны, считает Назарбаев. А кто нам такие инвестиции за сегодня? Только у Китая есть эти деньги. Все хотят, мы должны этим пользоваться. Семья Назарбаева открыто призывает учить китайский язык. Китайский уже принудительно вводится для изучения в школах. Наша система образования очень нуждается в поддержке, нуждается в развитии. Очень сильно нуждаются в этом школы, садике. Там везде все заброшено и запущено. Китайцы будут сейчас на всех перекрестках очень щедро раздавать деньги нашим чиновникам. Мы, если послушать внимательно программы развития, которые связаны с Алма-Той, то есть они заходят во все сферы жизнедеятельности. По мнению властей, все должны быть благодарны Китаю за такое милостивое отношение. Соловей режима Ермухамед Ертезбаев восхваляет отношения с соседом. То, что сейчас происходит в Суар, это контроль над ситуацией. Да, местами жесткие, но в таких делах лишней бдительности не бывает. Про китайская пропаганда незаметна, но твердо прокладывает путь к сознанию наших граждан. Лидеры наших двух стран согласились развивать вечное всестороннее стратегическое партнерство в будущем. Как я понимаю, этот слово «вечный» — это не столько временное понятие, сколько политической воли лидеров наших двух стран об увековечении многовековой традиционной дружбы народов, добрососедства двух стран, мира и согласия. Большинство населения запугано репрессиями и предпочитает не вмешиваться в политические процессы, происходящие в стране. Это то, чего добивается власть. Отстраниться и позволить превратить Казахстан в колонию Китая. Взять под контроль каждого человека. И недалек тот день, когда за казахскую речь начнут преследовать и перевоспитывать в концлагерях, построенных кровавыми диктаторами. Они просочатся, сядут и начнут работать не на нас, а на ту страну, которая сегодня прямо заинтересована в том, чтобы внедриться сюда и на территорию Казахстана получить как можно больше земли, как можно больше возможности привозить рабочую силу свою и ассимилироваться с нашим народом. Мы должны это исправить. Только народ в силах отстоять свою независимость. И мы начнем с проведения массовых митингов по всей стране. В День Республики мы напомним, что Казахстан – это суверенное государство. Мы покажем свою независимость и свободу на площадях. 26 октября выходим всей страной в 2 часа дня. Казахстан будет свободным. Любой протест должен быть подготовленным. Штаб ДВК разработал подробные инструкции и рекомендации к митингу. Важнейшими требованиями остаются прийти точно в 2 часа. Заранее изучить место сбора и определиться с маршрутом. Найти соратников, чтобы начать митинг в группе друзей. Взять с собой все необходимое, чтобы чувствовать себя комфортно. Нужно точно знать и излагать требования протеста. Заранее подготовить флаги Казахстана и плакаты с требованиями. Часто бывало такое, что митингующих в одном месте оказывалось больше, чем полиции. Тогда сразу становилось очевидно, что полицейские просто не в состоянии что-либо сделать. Задерживать людей не умеют, лишь бросаясь в пятером на одного человека. Задерживать в массе страшно, потому что могут бороться за своих друзей. И тогда полиции придется отступить. А это будет еще больше воодушевлять митингующих. За час до начала митинга собираемся на окрестных улицах, образовывая обруч вокруг места проведения митинга. Можно просто гулять по улицам, можно зайти в торговые центры. Если полиция начнет задерживать, это будет очевидное беззаконие. Таким образом, к назначенному времени к месту проведения митинга выдвинутся не разрозненные группы, а уже организованная группа протестующих. Когда собирается небольшая куча людей, 3-5 человек, они рассеивают, разгоняют. И если есть возможность, они стараются задерживать. Наша задача именно создать массу. Массу, чтобы она была в состоянии организованно сопротивляться возможному, скажем так, нападению со стороны полиции. Полицейские очень ограничены в своих силах. Они могут собрать в Алматы и Астане до 5 тысяч сотрудников. Если к месту митинга одновременно подойдет такое же количество протестующих, полицейские отступят перед силой народа. Чтобы этот план удался, нельзя забывать и о самых простых правилах. Правильно одеться и собраться к митингу. Власть максимум соберет 5 тысяч человек в Алматы, в котором проживает больше 2 миллионов человек. Соответственно, если мы создадим 10-кратный перевес протестующих, то понятно, что эти 5 тысяч человек ничего не смогут сделать, если протестующих будет более 50 тысяч человек. Что взять с собой? Берите с собой государственные флажки, шарики, яркую одежду. Если вам есть что сказать, нарисуйте плакат. На митинг нужно взять не только то, что понадобится вам, но и то, что может понадобиться в случае задержания. С паспортом вас не могут задержать для установления личности. Ни в коем случае не давайте свои документы полицейским в руки. Просите у полицейских показать их документы. Несколько энергетических батончиков, пакет крекеров или орехов не займут много места. Возьмите антисептический гель и влажные салфетки. Как вести себя на митинге? Держитесь вместе со своими друзьями и ячейками. Не расходитесь в стороны, не отвлекайтесь на позвонить и покурить. Ищите места, где можно себя проявить. Эффективно выступить. Повести людей за собой. Видеосъемки и посты в соцсетях делайте своими силами. Снимать работу полицейских на акции можно и нужно. Ячейки – это основа протеста, состоящая из самых решительных активистов. Вокруг них будут собираться другие люди. Нужны те, кто будет вести. Те, к кому люди смогут примкнуть. Граждане, которые присоединяются к ядру, должны также держаться вместе. Увидев вашу смелость, другие люди тоже станут смелее. Вдохновляйте их своим примером. Во время митинга отправляйте видео и комментарии в штаб ДВК. После того, как сообщения отправлены, удаляйте их со своего телефона. В будущем все эти файлы станут доказательствами противоправных действий врагов Казахстана в независимом суде. Я призываю вас 26 октября в 14.00 выйти на митинги по всей стране. Мы должны добиться перемен. Алга, Казахстан! Пока вы просто смотрите, в комментариях кипят обсуждения новостей. Поделитесь своим мнением и вы. Подробнее читайте на страницах 16-12 в соцсетях. ДВК предлагает новую тактику сбора митингующих 26 октября. Теперь за час до начала митинга мы группируемся вокруг назначенных для сбора площадей. Затем ровно в 14 часов собираемся единой массой и стягиваем кольцо вокруг места митинга. Только сплоченность и организованность приведут всенародный мирный протест к победе. Подробнее о плане сбора до начала протеста далее в сюжете. Мы должны вокруг этой площади создать большую массу движущую, которая как минимум за полчаса до проведения митингов начинает одновременно смещаться в сторону, к месту проведения митинга. В Астане мы проводим перед площадью Конгресс-холл, так называемый, или концертный зал Астана, они его называют. Но астанинцы знают его как Конгресс-холл. То есть мы легитимным путем, просто организовывая прогулки, просто находясь в скверах, просто находясь на этих площадях прогулочных, 14 часам резко стягиваемся. Но в любом случае, так же, как и в Алма-Ате, в Астане, все эти прогулочные мероприятия начинаются с часу дня, за час до проведения митинга. То есть там происходит накапливание. Таким образом, мы окружаем это место проведения митинга, и тысячи людей могут стянуться к месту организации митинга. Хотел бы вам привести пример Гонконга, когда протестующие концентрировались в торговых центрах. Вот здесь в ЦУМе можно концентрироваться, в Астане, еще в каких-то местах. Но как минимум за 15-20 минут, на желательно за полчаса, нужно уже стягиваться к Конгресс-холлу. То же самое в Алма-Ате. Там по Жбек-Жилы разные торговые центры. ЦУМ, еще какие-то есть там центры. Там можно концентрироваться. Но за полчаса до организации митинга 14.00 нужно резко всем выходить, формировать массу, и с этой массой полиция не может справиться. Ну а на сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16.12. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok